Взаимодействие тел Остается только одна проблема. Дело в том, что силы возникают в результате взаимодействия тел. И эти взаимодействия, как правило, зависят от расстояния между телами. Но все дело в том, что при анализе движения необходимо учитывать, что перемещаться в пространстве может не только рассматриваемое тело, но и другие тела, являющиеся источниками взаимодействия и обеспечивающей появление сил. Это означает, что, вообще говоря, задача существенно усложняется. И мы должны анализировать движения не только рассматриваемого тела, но и тех тел, которые окружают его. Таким образом, мы с вами уходим от приближения единственно движущегося точечного тела и неизбежно приходим к системам материальных точек. При этом, конечно же, уравнение движения из одного уравнения превращается в систему дифференциальных уравнений, при решении которой возникает проблема составления такого числа независимых уравнений, которое бы позволило найти все неизвестные. И вот на этом пути существенную помощь оказывает третий закон Ньютона. Закон, который связывает силы, возникающие при взаимодействии пары тел. Давайте обсудим этот вопрос. Только физика, соль, остальное все мною. На бытовом уровне третий закон Ньютона общеизвестен и широко цитируется. В разных жизненных ситуациях мы любим говорить, что всякое действие имеет равное и противоположно направленное противодействие. Лично мне не очень нравится такая бытовая формулировка третьего закона Ньютона, хотя бы потому, что в ней используется термин, пока еще нами не определенный. Это термин действия. Дело в том, что понятие действия может быть введено на достаточно высоких уровнях изучения механики. Но уж, коль я стал говорить об этом, несколько слов скажу. Дело в том, что сейчас классическую динамику мы формулируем на языке дифференциальных уравнений. Возможно, и другая формулировка. На так называемом языке экстремальных принципов. Можно придумать некоторую функцию, такую, что при движении системы эта функция, зависящая от положений и скоростей рассматриваемых тел, оказывается экстремальной. И реальной траектории нашего тела только не в трехмерном пространстве, а в гораздо более хитром, обобщенном, фазовом или конфигурационном пространстве, где в качестве координат задаются не только положения всех частиц, создающих систему, но и их скорости. Это многомерное пространство, в которое вся система развивается, двигаясь по некоторой многомерной траектории. И вот, оказывается, можно ввести такую функцию от обобщенных координат и скоростей. Правда, я не сказал, что такое обобщенные координаты. Но в простейшем случае обобщенные координаты могут совпадать с обычными координатами. Так вот, можно ввести такую функцию от обобщенных координат и скоростей, для которой интеграл от некоторой функции, называемой лагранжианом, оказывается минимальным. И именно та траектория в этом обобщенном пространстве системы и соответствует реализующимся в нашей природе физическим процессам. Так вот, этот интеграл от функции лагранжа называется действием. И система развивается таким образом, чтобы действие между стартовой и финишной точкой в этом обобщенном пространстве оказывалось минимальным. Ну, сами понимаете, слово действие мы сейчас с вами употреблять не будем, а поговорим о третьем законе Ньютона на более строгом и простом физическом языке, пользуясь только теми терминами, которые были уже ранее нами введены. Начали. Давайте рассмотрим простейший случай, когда у нас имеется только два взаимодействующих тела. Если тел больше, то все взаимодействия можно разделить на парные, то есть считать, что сила, действующая на какое-то тело, есть сумма сил, которые возникают из-за взаимодействия этого тела с каждым из других тел в отдельности. Естественно, такой подход возможен в том случае, если взаимодействия устроены так, что для них выполняется принцип суперпозиции, что достаточно часто реализуется в природе. Итак, мы рассматриваем лишь одно парное взаимодействие, когда у нас есть только два тела. Так вот, вне зависимости от природы взаимодействия этих тел, всегда оказывается так, что при таком взаимодействии возникают две силы. Одна сила действует на рассматриваемое тело со стороны того, которое вызывает изменение его движения, а другая сила действует на то тело, которое воздействует на рассматриваемое. Тут все взаимно. Третий закон Ньютона связывает силы, возникающие при таких взаимодействиях. Согласно третьему закону Ньютона, при парных взаимодействиях двух тел всегда возникают силы, равные друг другу по величине и направленные в противоположных направлениях, что очень удобно записать в виде простого векторного соотношения. f21 равняется минус f12. Обратите внимание на индексы. Мы у сил будем писать индексы следующим образом. Первый индекс будет обозначать номер тела, на которое действует сила, а второй индекс будет обозначать номер тела, со стороны которого эта сила действует. Ф21 равняется минус f12. Это правильное соотношение может быть записано только в векторной форме. Если вы не поставите значка вектора, то это будет означать, что вы пишете равенство между скалярными величинами, являющимися модулями сил. Но если у нас стоит знак минус, то, естественно, модуль силы не может быть отрицательным, и такая запись третьего закона Ньютона в скалярной форме является грубейшей, скорее не физической, а чисто математической ошибкой. Теперь я хотел бы сделать очень важное замечание по поводу некоторых уточнений, достаточно часто и неоправданно добавляемых к третьему закону Ньютона. Иногда говорят, что силы, возникающие между двумя взаимодействующими телами, равны по величине и направлены противоположно вдоль прямой, соединяющей эти тела. Так говорить нехорошо. Не надо добавлять никаких уточнений по поводу прямой, соединяющей, взаимодействующей тела. Во-первых, в том случае, когда эти тела имеют конечные размеры, прямая, соединяющая их, проводится неоднозначно. Конечно, вы можете сказать, что сейчас мы занимаемся физикой материальной точки, и тогда проблемы с проведением прямой не возникает. Да, с этим можно согласиться, однако всё-таки третий закон Ньютона справедлив и для взаимодействия между неточечными телами, когда прямую провести оказывается, в общем-то, затруднительно. Но вся беда состоит в том, что даже в том случае, когда у нас тела точечные, силы не обязаны смотреть по прямой, проходящей через эти тела. Несколько позже среди всевозможных сил мы будем вводить особые центральные силы, для которых это так, и вызывающие эти силы взаимодействия мы назовём центральными. Но в общем случае взаимодействия и вызываемые ими силы центральными не являются. Вы скажете, не может быть. У многих это утверждение вызовет некоторое отторжение. Да, действительно, все фундаментальные взаимодействия, насколько мы сегодня их понимаем, центральные. Но тем не менее, в результате сложения центральных взаимодействий могут возникать нецентральные силы. Я понимаю, что если сейчас не приведу некоторого примера, поясняющего, как такое может произойти, последует масса возмущённых вопросов. И поэтому я покажу вам, как могут возникать нецентральные силы, хотя это уведёт нас немножечко в сторону от основного изложения нашего курса. Небольшое лирическое отступление. Наверняка все слушатели слышали о том, что в природе существуют электрически заряженные тела. Если эти тела достаточно компактны и расположены далеко одно относительно другого, их можно считать точечными. Наверняка все слышали, что одноимённо заряженные тела отталкиваются друг от друга, а разноимённые притягиваются. Это почти всегда так. Однако можно рассмотреть ситуацию, когда у одного тела заряды пространственно разделены. И в одной его части скопились заряды одного знака, а в другой знака противоположного. И вот тогда всё происходит не совсем однозначно. Для описания вот таких компактных тел с разделёнными зарядами вводится некоторая модель, которая носит название электрический диполь. Сложное тело мы заменяем гораздо более простым распределением зарядов. Представьте себе два одинаковых по величине, но разноимённых заряда, находящиеся на небольшом расстоянии друг относительно друга. Такая система характеризуется специальной величиной дипольным моментом, который по определению считается равным произведению величины зарядов, находящихся на конце небольшого стержня, удерживающего их вблизи друг друга, на вектор, проведённый от отрицательного заряда к положительному. Такая величина называется дипольным моментом. А теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда у нас имеется электрический диполь и удалённый от него на достаточно большое расстояние, на настолько большое, чтобы диполь можно было считать точечным. Точечный заряд, скажем, положительный. Конечно, в нулевом приближении заряд диполя равен нулю, и сила взаимодействия между точечным зарядом и диполем нулевая. Однако это только в нулевом приближении. Из-за того, что заряды чуточку разведены, сила притяжения и отталкивания, действующая на точечный заряд, чуть-чуть не сонаправлены друг с другом. И поэтому эти силы в сумме не дают ноль. В результате на точечный заряд, если он находится на перпендикуляре, проведённом через середину диполя, действует сила, направленная вдоль дипольного момента. Точно такая же сила, направленная по прямой, задаваемой направлением дипольного момента, действует на диполь со стороны точечного заряда. Итак, мы видим систему из двух компактных тел, на которые действуют равные противоположно направленные силы, но смотрящие отнюдь не по прямой соединяющие эти тела, а перпендикулярно этой прямой. Такое бывает. Подобная система будет вести себя очень сложно, она захочет закручиваться и для того, чтобы разобраться с тем, что происходит в данной ситуации, еще недостаточно введения только сил взаимодействия. Здесь понадобится введение понятия моментов сил, и когда-нибудь, когда мы будем заниматься такими нетривиальными системами, окажется, что для правильного описания взаимодействий нам понадобятся не только силы, которые будут действовать на тела, но и моменты сил, которые будут определены чуточку позже. Конечно, если мы будем рассматривать диполь как совокупность двух разноименных зарядов, то каждая сила, возникающая между рассматриваемым зарядом и зарядами, образующими диполь, является силой центральной, и подобных неприятных ситуаций не возникает. Но дело в том, что очень часто в природе диполи оказываются такими хитрыми и компактными образованиями, что их удобно рассматривать как одно единое целое. И тогда давайте сохраним формулировку третьего закона Ньютона в том виде, которое является наиболее общей, не добавляя к ней ничего лишнего. При взаимодействии двух точечных тел всегда возникают две силы, приложенные к каждому из этих тел, и эти силы равны друг другу и направлены в противоположных направлениях. И больше ни ч по. Ну вот, мы с вами и подошли к финишу разговора о третьем законе Ньютона. Однако, паска сказано еще не все. Формулируя любой закон физики, полезно сказать, в какой области этот закон применим. Многие так привыкли к третьему закону, что считают этого выполняющимся всегда. Однако, это не так. Вообще говоря, третий закон выполняется лишь в том случае, когда тела покоятся или почти покоятся при условии, что расстояние между ними небольшое. Дело в том, что на самом деле взаимодействия распространяются с конечной скоростью, которая не может превышать скорости света в пустоте. И это означает, что если два взаимодействующих тела находятся достаточно далеко друг от друга, то пока они покоятся при условии, что они покоились достаточно давно, силы, действующие на эти тела, равны и противоположны. Но представьте, что теперь одно из тел мы немного удалили. Но пусть расстояние между телами несколько световых лет, а удалили мы тело на несколько километров. Это можно сделать достаточно быстро, за несколько секунд, а может быть, минут. Ну, наверное, вы знаете, что и гравитационные, и электрические силы спадают с расстоянием. Чем дальше тела, тем слабее соответствующее взаимодействие. Поэтому при удалении одного из тел мы зарегистрируем сразу же, что действующая на него сила уменьшится. Она уменьшится, конечно, на очень небольшую величину, поскольку расстояние между телами огромно, а переместили мы его на сравнительно малое расстояние. Но все-таки сила уменьшится, и в принципе это можно зарегистрировать экспериментально. Но самая большая хитрость состоит в том, что сила, действующая на другое тело, которое мы не перемещали, останется прежней. Она изменится только через интервал времени, равный отношению расстояния между телами к скорости передачи взаимодействия. А в течение этого интервала сила останется прежней, и, следовательно, третий закон Ньютона не будет выполняться. Третий закон Ньютона, как и все другие законы физики, имеет ограниченную область применимости. И это полезно всегда иметь в виду. Ну вот, теперь вроде бы и все. Наша лекция, посвященная законам Ньютона, составляющим основу классической динамики, подошла к концу. По сути дела, в этих трех законах изложена вся физика, лежащая в основе всей классической механики. однако физических идей мало. Для того, чтобы пользоваться законами Ньютона и эффективно решать задачи, нужна еще некоторая практика решения соответствующих математических уравнений. И именно этой практике будут посвящены четыре оставшиеся лекции темы, посвященной классической динамике материальной точки. Оставайтесь с нами, друзья! Only physics is school and the rest is plain bull and the others ain't nothing but dummies. Hey-ho, steady, keep her steady. Hey-ho, steady, keep her going fine, keep trying, keep working, you'll make it.